всем привет и добро пожаловать в мое новое вышивальное видео сегодня я покажу вам готовую работу также процесс которым сейчас занимаюсь и покажу свои покупки их было немного но они были настолько приятные что я не могу ими не поделиться и так давайте начинать начну я наверное с процесса которыми сейчас находится в работе как вы уже видите это остильба триолис вышивается она нитками шерстью очень приятный процесс вышивается здорово приятно еще раз повторюсь ниточки классные посмотрите какие оттенки замечательные просто супер оттенки ниток просто шикарные и вышиваться я думала будет сложнее но на самом деле эти нитки очень классно в работе себя ведут мне очень нравится не не путаются они такие пушистые объемные в общем все все супер вот вот картиночка поближе вот такая вот остильба должна получиться в горшочке или в коробке даже не знаю скорее горшочки наверное и покажу вам свои первые крестики которых мне не так много но все таки они есть вот вот так вот это выглядит вот такие цвета приятные зелененькие пока у меня присутствуют вот такой вот процесс очень приятно вышивается еще раз повторюсь мы начну вам показывать свои наборы которые я приобрела на последнюю наверное неделю это реолис подушечка очень давно на нее смотрела и все решалось заказывать мне или нет потому что смотрел видео девочек они говорили о том что канва очень мелкой вышиваются довольно непросто вот смотрите что они положили на набор вот такой вот бисер очень красивые оттенки бисера единственное что мне не очень понравился золотой оттенок какой-то он слишком желтый что не знаю буду ли его использовать посмотрим вот такой вот бисер вот такие вот ниточки такие красивые золотая ниточка такая роскошная 3 оттенка розового все очень такое нежная красивая прям класс вот такая вот канва она очень по цвету классная красивая такого приятного сливочного даже скорее кремового оттенка и очень мелкая конечно я думаю что вышиваться и правда будет нелегко но не знаю попробую посмотрю пока ведь не попробуешь не узнаешь также в набор положили синтепон сразу же набивать подушечку схема схема яркая такая достаточно крупная хорошая схема я вышиваю по бумаге поэтому мне это важно ну и вот сама подушечка вот такая вот она должна получиться следующий набор я вам наверное покажу уже новогоднюю игрушку это дима и шанс вот такой вот наборчик я заказала его на валдерес заказала два еще сани должны приехать но сани пока в пути вот елочка но как всегда наклейка ничего не видно я думаю что все эти игрушки знают показывать особо не имеет смысла вот такие ниточки пластиковая канва я вы еще не распечатала буду потихоньку все вышивать вообще все что у меня есть мне очень хочется начать вот правда вот нет ни одного набора который бы мне не хотелось начать где бы столько времени взять вот такой вот набор так что сани жду и будет у меня в коллекции мои в запасах 2 новогодних игрушки так и последний набор из приобретенных но совсем вот наверное за последнюю неделю да это вот этот мелхил домик эта коллекция домик мне очень нравится мне нравится честно говоря даже не один домик заказала я знаете с ним такая история случилась пока буду распечатывать набор давайте я вам покажу расскажу заказал я изначально этот домик на озон но вместо домика который я ждала больше недели не прислали ножницы представляете вот ну конечно же мне все равно очень хотелось этот домик и я потом нашла его на яндекс маркете там не доставили его быстрее прислали то что я заказала вот такой вот превью и девочки говорят что смотрится в отшивок гораздо круче чем вот на картинке в наборе понятное дело что инструкция перфорированная бумага такая такие вот классные нитки единственное что мне кажется дороговато все-таки эти наборы поскольку отриолис набор ну ничем не хуже там уже даже ниточки разобраны не нужно тратить на это свое время просто ведь хочется достать набор начать его сразу вышивать и не заниматься там каким-то разбором и организации поэтому но это мое мнение в отшиве они смотрятся очень классно поэтому наверное за счет того что производитель не российский вот и все вот такая пуговка была в наборе у меня все в порядке с ней никаких дефектов все целое фокус был на ней не знаю теперь точно можно рассмотреть и вот такой вот бисер вот этот иголочки лежат сразу такие оттенки и вот второй пакетик бисера достаточно много так что вот такие у меня покупки дорогие друзья спасибо что посмотрели это видео также я вам хочу вставить кадры своей готовой работы то что я вышла уже и оформила на этом я буду заканчивать у меня видео коротенькие поэтому я думаю смотреть их не сильно напряжно поэтому спасибо большое за просмотр за ваши лайки за ваши комментарии до новых встреч совсем скоро ну и вот моя вышитая лаванда от риолис которую я вышивала работа совсем небольшая у нее размер 13 на 18 вышивалась нитками анкор нитками мне очень понравилось вышивать они не путались все с ними было хорошо единственное что хотелось мне эту работу видеть в овальной раме но я как-то не нашла ничего то что мне бы понравилось на marketplace их и я ставила в прямоугольную обычную раму смотрится лаконично на мой взгляд тоже неплохо ну и лаванду я очень давно хотела вышить поэтому я очень рада что это букетик у меня вышелся буквально там за недельку также вставлю вам кадры наших выходных сентябрь радует погодой на даче очень здорово очень тепло прям четвертый месяц лета это мамины хоризонтемы также я вставлю вам кадры вообще все что растет у мамы на даче ну не все конечно но часть из этого вы увидите в этом видео хоризонтемы также увидите бархатцы в общем поснимал для вас кое-что так же ставила кадры из монастыря это новый иерусалимский монастырь выстремы и ездили туда тоже выходные и советую посетить это место чудесно ну конечно же я не могла не вставить эти красивые кадры поля ромашек васильков это очень красиво в сентябре просто вот просто волшебно там дальше еще будет видео из леса мы с детьми ездили на пикник тоже было здорово классно тепло общем сентябрь просто какой-то четвертый месяц лет подарил нам и это очень здорово очень классно на этом я буду заканчивать это видео надеюсь вам было со мной интересно и до новых встреч пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok